Давайте мы, во-первых, поймем, что такое запрет Меджлиса. Меджлис никогда не был зарегистрирован как организация. Не как общественная, не как частная, никак. Меджлис – это коренной орган народа, который избирается по четкой и понятной системе. Говорю, Тай Меджлис – президент Меджлиса. То есть в избрании Меджлиса принимает участие весь народ. Есть региональные Меджлисы, есть главный Меджлис и все, кто избирает. Вот всех этих лиц сейчас суд России, а до этого Поклонская, Минюс РФ, признал на данный момент экстремистами. То есть каждое лицо, которое будет принимать участие или работать с Меджлисом, является соучастником преступления. То есть они фактически признали весь народ. Мы знали, что так будет. Более того, ничего не поменялось. И до этого были репрессии. До этого было давление для любого сотрудничества с Меджлисом. Недавно, буквально, у вас сейчас судно замглавы Меджлисом, Ахтемом Чайгосом, который находится в тюрьме в Крыму, было связано, что нет, мы не можем сделать определенные санкции, потому что мы знаем, что человек общается с Мустафой Джемилевым, Рифатом Чубарова. Непонятно только как. Это Мустафа и Рифат приезжают в Крым, или он в Киев приезжает периодически. То есть они фактически узаконили то, что они делают, и упростили для себя работу. Раньше они садили людей за ограбление заправки, только почему-то это были активисты Меджлиса. Или за какие-то побои, когда человека вообще в это время не было на этой территории. Сейчас все просто. Одна статья сотрудничала с Меджлисом и допожизненно. Допожизненно санкция статьи в зависимости от каких правовых квалификаций. Теперь, в чем идет речь сейчас? Мы знали, что так будет. Поэтому еще на прошлой неделе в Страсбурге я специально приглашал Рифату Чубарова. Мы встречались с комиссаром, с НИЛСом. Мы предупредили о том, что это произойдет. Мы предупредили о реакции. Мы встретились с президентом парламентской ассамблеи Совета Европы. Объяснили, что происходит. Встретились с главными политических групп. Какой результат у нас на сегодняшний день по пути, который мы пошли? Мы просим помощи международного сообщества. Как в Украине помощи, так и международного сообщества. В частности, была принята резолюция Совета Европы. Парламентская ассамблея Совета Европы. Которая, в принципе, распространяется на 47 стран, включая Россию. Которая говорит следующее. Если репрессии, если суд признает Меджилист Крымского народа экстремистской организацией, вводить персональные санкции против каждого участника. Судья, прокурора, милиционера. Кто участвовал в этом процессе. И все эти лица автоматически попадают под вещи, такие как арест его активов, запрет въезда. А в определенных странах это может быть и арест, и передача в Украину на запросы Украины. Мы проконтролируем, что в Украине были уголовные производства в отношении каждого лица, кто принимает участие. И это еще раз символизирует нарушение международных правил Путина. Также очень важно, что в этой резолюции мы предусмотрели, как можно раньше ретифицировать Римский статут, и можно было привлечь к уголовной ответственности в уголовном суде ООН, самого Путина и тех заказчиков, которые это делают. Поэтому я думаю, что единственный путь это международная поддержка. Крымские татары, несмотря ни на все запреты, давления, не будут уходить с своей территории. Они будут бороться за свою землю, за свою Украину. Продолжение следует...